Всем привет! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу с вами поделиться своим личным опытом, как я отрастила ресницы. Это не будут ресницы, которые вау-эффект, который вы, может быть, ожидаете, может быть, думаете, что это будет какой-то накладной эффект. Нет. Но это очень-очень близко к тому, как я это сделала. Конечно, вы сейчас скажете, что у тебя особенного, ресницы-ресницы. Но, зная свои ресницы, я могу сказать, что они после того, как я начала отращивать, они стали значительно длиннее. А значительно это, ну, мне кажется, даже вот чуть ли не 50%. Ну, близко к тому. Я скажу, что я пользуюсь одним средством уже на протяжении пару месяцев примерно. И это средство мне посоветовала косметолога, к которому я начала ходить. Делала там процедурку, рефлифтинг и прочее. Волосы. Ухаживала за своими волосами. И вот как-то я у нее глянула и подумала, то ли накладные реснички, ну, не накладные, а вот как пучки, то ли свои. И просто как не означая спросила, она говорит, ну, ты знаешь, я пользуюсь таким-то, таким-то средством. Я говорю, так и я хочу. Она говорит, ну, вот, вот это там. В общем, где можно купить, где можно приобрести. Но, говорит, нужно каждый день пользоваться. И, говорит, потом увидишь эффект. Это средство называется вот так. Rapid Lush. И здесь даже прям пишут, что это, в общем, это серум. И это результат виден через месяц, 30 дней пользования и увеличение ресниц на 50%. И даже до 7, 50%. Они смотрятся натуральными, но они смотрятся значительно длиннее, чем ваши. И значительно даже гуще. Зная свои ресницы, они у меня, ну, когда-то в далекой молодости были, возможно, были такие, как сейчас. Но мои реснички, они всегда такие, знаете, светлого цвета, как, впрочем, и мои волосы. По длине они у меня были, скажем так, средние. Я не жаловалась, что у меня какие-то совсем там короткие или там совсем какие-то никакие ресницы. Нет. Но когда я их красила, они у меня, ну, в принципе, были видны всегда. С возрастом, конечно же, это все проходит. Все наши шикарные волосы, ресницы и все прочее, да. И как бы вот я задалась тем вопросом. Я скажу, что вот это работает на все 100%. Я раньше, ну, как бы, периодически пользовалась средствами для ухода за ресничками, бровями. Брови – это вообще отдельная тема. У меня их нету практически. Но, тем не менее, я думаю, что я и для бровей приобрету из этой же фирмы средства. Ну, скажу так, что выглядит это вот такой вот тюбик, ну, как тушь. Вот здесь такая прозрачная, сам прозрачный, ну, средство, да, серу, и вот такая кисточка тоненькая. Каждый вечер, когда вы перед тем, как идете спать, вернее, я так делаю, так нужно делать, просто на чистой ресничке по краю ресниц, вернее, ну, не по краю, а у корней ресниц, просто проводите так пару раз и все. На нижней я, в принципе, не, ну, нижней я никогда не крашу ресницей, нижней я, как бы, и не мазала ничем. Но за счет того, что, когда вы спите, все равно это средство проникает и, в принципе, попадает и в нижнюю часть ресниц. Вот. В принципе, я очень довольна этим средством. Я очень благодарна косметологу Анастасии, что она мне посоветовала, и это на самом деле работает. Также я, скорее всего, приобрету именно для бровей, потому что, в принципе, эти могут тоже пользоваться, но для бровей другая кисточка, она именно вот такая, знаете, щеточкой, как, ну, как брасматик, да, как тушь. Вот. Это вот моя история, мой личный опыт для увеличения натуральным образом ресниц. Да, еще скажу, что это средство не содержит каких-то вредных веществ, не содержит, как это называется, ну, каких-то силиконов, не содержит, ну, чтобы каких-то таких веществ, которые бы влияли как-то пагубно на ваши ресницы. Конечно же, со временем, когда вы перестанете пользоваться этим средством, то в определенное, ну, через определенное время, как бы, они, естественно, не будут уже такими шикарными, потому что все равно выпадают, ну, они меняются, там, сколько цикл, 21 день или там, сколько там, месяц. В общем, реснички выпадают, вырастают ваши обычные и, в принципе, остается все на том же, на том же месте. Но, когда именно вы ухаживаете именно этим серумом, то он придает рост ресницам в любом случае. Также я пользовалась, ну, это к слову, чем я пользовалась ранее, я пользовалась от Faberlic, это из серии Expert для бровей и ресниц. Я не скажу, что ресницы были удлиненные, но они были, как бы, ухоженные, то есть увлажненные, ухоженные, да. И, как видите, здесь вот этот наконечник для бровей и вот этот, как бы, для ресниц, ну, как тушь украсим. То есть ничего особенного, но если у вас и свои шикарные брови, реснички, то, в принципе, и брови в том числе, то, как бы, и этого может быть достаточно. И теперь еще мне подруга подарила вот такой. Это бальзам, так это по-русски написано, бальзам для укрепления ресниц и бровей. Это средство, сделанное в Латвии, компанией Zinters, если слышали, наверняка это вообще из 90-х, этот бренд из 90-х. Впрочем-то, наверное, многие слышали об этом, об этой косметике. Как работает, не знаю, потому что только недавно начала вот именно на брови наносить. Здесь, как видите, просто такой щеточка, как для туши. Ну, в общем-то, я крашу свои, не крашу, а ухаживаю своими бровями именно этим средством и заодно делаю за счет щеточки массаж. Возможно, волоски проснутся, которые там уснули уже несколько лет. Вот, да, здесь 10 миллилитров находится. В этом я не знаю, сколько уже стерлось. А вот в этом, по-моему, 3 миллилитра. Да, здесь 3 миллилитра, но мне кажется, этого хватит как минимум на полгода, как минимум. Конечно, это средство не из дешевых. Оно стоит, вот кто в Ирландии, Англии, наверняка точно знаете, оно стоит где-то 65 евро. Но оно того стоит, я обязательно буду покупать еще и еще, пока я найду что-то лучшее, если вдруг мне попадется что-то лучшее. Вот, это мой личный опыт для ухода за ресницами. Конечно, вы скажете, а как нам поверить, какие у тебя были, какие есть. Конечно же, у меня нет фотографий до и после, но вы можете посмотреть мои предыдущие видео, ну там год назад, которые полгода назад были, и увидеть эффект, может быть, там где-то в видео. И сейчас, а сейчас я вам покажу поближе, вот видите, они стали гуще, они стали длиннее, это я однозначно вижу. И да, кстати, я хожу к подружке, которая мне периодически красит ресницы и брови, она говорит, у тебя такие стали намного длиннее, что ты делаешь? Я говорю, вот, вот я ухаживаю за ними таким вот средством. Поэтому очень стала довольна. Вот мой личный опыт по уходу за ресницами. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в Инстаграм и ВКонтакты. Я буду очень рада. Пишите свои комментарии под видео, чем вы ухаживаете за вашими ресницами, есть ли у вас какой-то личный опыт, как увеличить натуральным образом ресницы. И я буду очень ждать и читать ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было чем-то полезным для вас. И всем желаю хорошего дня, не только сегодня. Всех целую, всем пока. Bye, bye, bye. Субтитры сделал DimaTorzok